То, чем мы занимались на этой неделе, не было запланировано. Ну и вонь. Мы готовим торт для фонда Джеймса Бёрда. Мне просто нужно успокоиться. Торт-паук был жутким. Если бы я увидела такого паука в своей спальне, я бы переехала в гостиницу. Мы готовим торт для президента Нью-Йоркской фондовой биржи. Только посмотри. Я дам звонок к началу открытия торгов. Продавай всё без исключения. После школы кондитеров я решил делать торты по-своему. Я открыл свою кондитерскую и нанял самых талантливых работников – моих друзей. Мы всё делаем сами. Больше, лучше. Классно! Для меня самое главное – торт. Первоклассный кулинар. Я хочу испугать её. Этим пауком? На твоей сумке? Нужно, чтобы кто-нибудь помог мне. Отвлечь внимание. Анна? Анна? Да. Тебе нравятся эти цвета? Да. А для чего они? Они для трута Софи. Бог мой. Грубая работа. Софи, ты, кажется, сама себя испугала. Софи, ты, кажется, сама себя испугала. Нет, я просто потеряла управление пауком. Ты испугалась. Из меня плохой кукловод. Понедельник. На этой неделе? Возможно, тема этой недели – это торт в форме нью-йоркской фондовой биржи. Паук – это неделя незапланированных работ, и нам это нравится. Торт для фонда Джеймса Бёрда. Для Джеймс Бёрдхаус. Мы делаем торт на день рождения Джек Дэниелс и для Джеймс Бёрдхаус. Джек изобрёл теннессийский бурбон и сауэр-мэш-виски. Очень вкусно. Джеймс Бёрдхаус – это, наверное, самое престижное кулинарное общество в стране. Джеймс Бёрд был первым шеф-поваром, знаменитостью. Для Дэфа огромная честь выполнить этот заказ. И он нервничает. Нервничает по-настоящему. Когда делаешь такую работу… Нет, лучше промолчу. Там, кажется, виски. Торт, который мы готовим, выполнен в виде человека, наливающего себе виски и облокотившегося на бочку. Ну, потому что всё виски выдерживается в бочках. Ну и вонь. Думаю, если бы в кондитерской стояла бочка с виски, мы бы мало что сделали. У нас была бы безостановочная гулянка. Да, это было бы круто. На этой неделе у нас очень необычный торт. Джейми Лин выходит замуж за Рэй, и она хочет удивить его свадебным тортом. Она написала мне «Мне нужен паук от Человека-паука». Мы делаем безумного, красно-синего, блестящего и очень странного паука, который укусил Питера Паркера и превратил его в Человека-паука. Его сверхспособности в том, что он очень сильный, и может, как настоящий паук, ползает по стенам. У него силы десяти пауков. Наш паук станет результатом коллективных усилий. Но Даффу сначала нужно сделать для него форму. Мэри будет вырезать самого паука. Кэти Роуз будет его раскрашивать. Знаете, я не боюсь пауков. Бурсуки. Вот кого я боюсь. Торт к 50-летию директора Нью-Йоркской фондовой биржи. Мне позвонила женщина и сказала, «Мой муж – президент Нью-Йоркской фондовой биржи». Она сказала это не для того, чтобы похвастаться, а к тому, что торт должен быть копией здания биржи. Он вкусный, но режется плохо. Напротив здания будут сахарные фигурки Элисон, Дункана, у него день рождения, и их семьи. Темой дня рождения Дункана была мексиканская фиеста, поэтому они добавили фигурки людей, смотрящих из окон, бросающих конфетти, сербантин и сомбреро на головах, что необычно, потому что получилась мексиканская фиеста на Нью-Йоркской фондовой бирже. Но мы выполним этот заказ. Думаю, им нужно каждый день проводить фиесту напротив здания биржи. Тогда экономика страны пошла бы резко на подъем. Продавайте все. Без исключения. Далф очень переживал за торт для вечеринки в Джеймсберт Хаус. Когда вырезаешь бочку, самое сложное – сделать ее симметричной. Это задача по геометрии. Большие торты – всегда испытания. Делать большие торты в начале недели, в понедельник, вторник – двойное испытание. Мы пытаемся сделать бочку с виски как можно быстрее. Доставка будет в среду утром, а сейчас уже середина дня понедельника. В общем, посмотрим. Эта неделя будет как американские горки. Я съезжу в Нью-Йорк, доставлю торт в Джеймсберт Хаус, вернусь и повезу в Нью-Йорк торт, сделанный в виде фондовой биржи. Вечер понедельника Ушли все, кроме Даффа. Платит вредничать. У Даффа проблема с материалами. 12 часов работы в понедельник. Слишком много для понедельника. Вторник. Все знают, что такое танец, попавшего в паутину. Мэри, покажи свой стиль. Я обычно делаю так. Хорошо танцуешь. Если бы я увидела такого паука в своей спальне, я бы переехала в гостиницу. Попытка вылепить парня с бутылкой виски напомнила мне времена колледжа. Мы там часто лепили фигуру. Как-то в класс пришла натурщица, ей было плохо, и ее стошнило прямо во время позирования. Не знаю, как это получилось, но Бена выбрали моделью для всех фигур в кондитерской. Я сижу очень спокойно и попиваю горячий бунш. Для того, чтобы позировать и быть профессиональной моделью, нужно иметь большое терпение. Бен Тернер выглядит дужкой. Наш паук, кажется, осиротел. Возможно, вследствие небольшого недопонимания. Помнишь, на собрании я сказала, я раскрашу его, но ведь ноги делаю не я. Мэри вырезала его. Бен собирался сделать покрытие и Кэти раскрасить. Но они не договорились, кто из них сделает отделочную работу. Паук уже полня там. Сам он раскрашен, а вот ноги его еще не доделаны. Похоже, она надеется, что ты его доделаешь. Нет, я помню, сказала, что раскрашу его, но ноги делать не буду. Ну, не знаю. Я об этом и не беспокоюсь. Я верю Кэти, но в суде я бы присягать не стала. Не помню, чтобы она это говорила. Эй, Дафф, я собираюсь съездить на Нью-Йоркскую фондовую биржу, и мне нужно будет там открыть торги. Что если бы случился биржевой крах? И именно в день, когда Дафф открыл торги. На фондовой бирже все мужчины должны быть в пиджаках и при галстуках. У меня нет галстука. Дафф не носит галстуки. На Дафф и брюки-то сложно надеть. Может, ты хотя бы слаксы купишь? Слаксы? Я не носил слаксы. Садня бармит свой. Что ты одеваешь на похороны? Джинсы? Бог мой. Я предполагаю, что Кэти была ответственна за торт в виде паука, но Кэти так не думала. Мы должны собраться все вместе и закончить его ноги. На меня не рассчитывай. Это будет шоу одного актера. Этим актером буду не я. Значит, я. Ну ладно. Торты в начале недели нас очень взвинтили. Они выбили нас из ритма. Нам пришлось делать все очень быстро. Когда у паука появились глаза, он стал выглядеть жутковато. Назову ее Луэн. Кажется, она стала личностью милой и вздорной. Семь часов, торт отправляется завтра в полдень. Кажется, здесь собрались все оформители, и работу одного из них вы видите. Мы сделаем этому парню брюки со штрипками. Он Джеймса Берда. За брюки со штрипками. К концу вечера все забросили свои дела и переключились на парню с бутылкой. У него появились рубцы от оспы. Не нравится мне его лицо. Этому парню нужна бутылка, пуговицы и ботинки. Еще полно работы, надеюсь, что скоро все уйдут домой. Они знают, что я уезжаю в полдень. Вернутся они приблизительно в девять. Даю им два часа, и потом еду в Нью-Йорк. Далее. Я уезжаю через пять минут. Ты на взводе. Я не шучу. Первоклассный кулинар Четверг Здравствуйте. Хорошо, мы сейчас будем. Джеймилин и Рэй приехали за тортом. Рэй не знал, что едет за тортом. Для него это был сюрприз. Смотрите сюда. Классно. Это самая крутая вещь, которую я видел. Он смотрит на меня, куда бы я ни отошел. Так вы поклонник Человека-паука? Не так ли? Да. Я даже татуировку сделал. То, что она заказала, это для меня. Показывает, насколько я ей не безразличен, и значит, мы правильно сделали, решив пожениться завтра. Даже спиной ко мне он на меня смотрит. Сегодня четверг. Сейчас конец недели, и дело у нас не в проворот. Незамысловатый фасад дает неверное представление о происходящем внутри здания. У Джеффа куча работы с фондовой биржей, потому что сейчас торт выглядит как большая коробка. Думаю, сегодняшний день будет посвящен отделочной работе, которая далека от завершения. Торт для фонда Джеймса Берда. Готовить торт для праздника в Джеймс Бердхаус – дело ответственное. Я не хотел бы, чтобы к моменту приезда в Джеймс Бердхаус фондант покрылся бы трещинами. Я выезжаю через пять минут. Ты на взводе, я не шучу. Когда торт был полностью закончен и установлен на подставку, выглядел он впечатляюще. Как будто он наступил на собачью какашку. Так и есть. У этого парня был тяжелый день, и он наступил на лошадиную какашку, ну и с горя решил выпить. Скажи Джеку до свидания. Адьос, амиго. Я хочу видеть его лицо в зеркале. Торт выглядел не тем, что бы вы хотели везти в Нью-Йорк. Что ты делаешь? Хорошо выгляжу? Я изображаю поездку по дорогам Нью-Джерси. Торт выглядит довольно устойчивым. Для здания фондовой биржи мы раскатали фондант и вырезали в нем окна, а затем прикрепили его со всех сторон. Это была коллективная работа. Я занимался фронтальной стороной, где были все эти маленькие скульптуры, а затем принялся за колонны. Как только мы закрепим верхнюю лепнину, все будет выглядеть профессионально. Хорошая работа. Джеймс Бёрдхаус – это обычный городской дом. Дверные проемы там узкие, лестницы узкие, и занести торт было непросто. Очень непросто. Давай сюда, на середину. Мы установили торт, а за ним на стене был портрет Джеймса Бёрда. У меня было ощущение, что он смотрит на меня, я подумал, эй, шеф, все круто. Хочу сказать, что все выглядит классно. Люди, которые пришли на праздник в Джеймс Бёрдхаус – это гурманы из гурманов. Это невероятно. Потрясающе. Если тебя приглашают в Джеймс Бёрдхаус, это значит, тебе говорят, мы понимаем, что вы любите свою работу, и нам нравится ваша работа. И мы хотим, чтобы вы пришли к нам и показали свое мастерство. Я пытаюсь сдержать эмоции, но в душе все поет. Да, это особое событие. Думаю, быть приглашенным, готовить еду в Джеймс Бёрдхаус – это признание тех, кто уже состоялся, или тех, кто подает большие надежды в поварском искусстве, здесь, в Соединенных Штатах. Для меня большая честь быть здесь. Это потрясающе. Мы очень рады, что вы здесь, и я не дождусь, когда все увидят ваш торт. Бог мой, очень вкусно. Ух ты! Торт им нравится. Он был не только красивый, но еще и вкусный. Пятница В пятницу торт в виде фондовой биржи был готов. Не хватало только людей в окнах и земли. Над зданием работают два разных подрядчика. Пора класть булыжник. Где наши стажеры? Вот и булыжник. Думаю, это довольно круто, что Даффа пригласили открыть торги в понедельник. И я надеюсь, он не подкачает. Для мира финансов нам нужны более строгие правила. Я имею в виду дресс-код для фондовой биржи. На бирже говорят, что ты должен надеть куртку шеф-повара. Посмотрим. Мы все знаем, что когда вы знамениты, вы не обязаны придерживаться какого-либо дресс-кода. Это весело. Как только Эрика и Дафф добавили к зданию фондовой биржи стиль фиэсты, то получился настоящий торт ко дню рождения. Никей упал на 23 пункта. Как у нас дела? Нормально. Томми и Джефф отлично поработали. Торт не был точной копией здания, он скорее показывал, здесь я работаю, это моя семья, и у меня вечеринка, потому что мне исполняется 50. Нам нужно было доставить торт Дункана к двум часам в его дом на окраине Нью-Йорка. Это горловое пение. У меня неплохо получается. Да, звучишь как профи или как перегруженный блендер. Ничего не случилось. Посмотрите-ка сюда. Потрясающе. Просто сказка. А это ты? Посмотри. А это кто, узнаешь? Там были их маленькие фигурки. Мне понравилось, что семья буквально стала частью торта. Шеф-повар Дафф, это правда вы? Да, это правда. С днем рождения! Дункан был очень доволен тортом, и всей семье он тоже очень понравился. Вы разглядели детали? Вот здесь написано Нью-Йоркская фондовая биржа. Ребята постарались. Я уверен, когда надо, Дункан умеет быть серьезным, а в ней работаю. Он очень веселый. Но мы увидимся в понедельник. Еще нужно найти галстук, если я не найду его, то буду в куртке шеф-повара. В этом нет необходимости. Отлично. Большой торт. Понедельник. Мы немного заблудились, разыскивая здание биржи. И тут я неожиданно посмотрел и сказал, вот наш торт. То самое здание. Это Нью-Йоркская фондовая биржа. Вот это да. Только посмотрите. Интересно, как это открывать торги? Здравствуйте. Желаю удачи. Это как устраивать жеребьевку на суперкубке. Я хочу сказать, это очень серьезно. Как дела, Нью-Йорк? Приготовьтесь. И... Нажимайте. Начали! Я добавил немного веселья на фондовую биржу. Классно! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!